Саммит в Саудовской Аравии. Почему стоит подождать и не расслабляться? Китай и Индия начинают специальную дипломатическую операцию. В обход кремлян договариваться с США и ЕС. А Путин пока переигрывает только Медведева в нарды. Тот обычно засыпает на середине второй завоеванной Финляндии. Почему украинцам важно помнить, что кроме нас, за нас никто воевать не будет? Надейся на Запад, но и сам не плашай. Подпишитесь на наш YouTube-канал и скучные новости будете слушать точно не сегодня. Зачем нужна была Саудовская Аравия? Да, у нас не настал мир и не прекратились обстрелы. Например, снова в ночь на 7 августа оккупанты накрыли артой центр Херсона. Жилые многоэтажки, чтобы люди навсегда помнили тот плакат, что Россия здесь навсегда. Навсегда в памяти. Руинами и надгробьями на кладбищах. Но сейчас произошло важное событие. Впервые украинский вопрос согласились вместе обсуждать и США, и ЕС, и Китай, и Индия. Последние две страны считаются неформальными союзниками РФ. И то, что они пошли женить Россию без России, уже дорогого стоит. Хромая утка Путин не обеспечил быстрой оккупации Украины. А также не добился реального раскола государства и розжига у нас полномасштабной гражданской войны на фоне наступления русской армии. Это так называемое СВО войдет в мировую историю как вероломное нападение воинствующей 140-миллионной страны на мирного соседа с предварительной аннексией части его территории. Нападение, о котором вам не расскажет Лукашенко. Но это позорная череда тактических провалов и военных преступлений против гражданского населения. Видя то, как застрял кремлевский карлик в Украине, в Китае никогда не будут относиться всерьез к России как к претенденту на великую державу. Я не разделяю уж слишком радужных прогнозов, что после саммита с РФ перестанут торговать из-под полы санкционкой. Но то, что публично без самопровозглашенного великого стратега Путина реальные сверхдержавы начали диалог, уже хорошо. Саммит закончился без комьюнике. Но это и не хорошо, и не плохо. Было бы хуже, если бы озвучили то решение, которое явно ущемляет наши интересы. И тут впору нашим экспертам, активистам, политикам и всем в публичность стремящимся вспомнить историю одного персонажа с вечным теперь кейсом 2-3 недели. Ведь сегодня любой, кто скажет, что саммит закончился хорошо, плохо или никак, будет неправ. Мы не можем оценивать результаты, мы можем только наблюдать тенденцию. Диалог на таком уровне о прекращении войны – это хорошо. Надо просто дальше работать на победу. Ведь ничего еще не закончилось. И да, наблюдая в последнее время за нашей украинской информповесткой, у меня тоже складывается недоумение. Ведь там больше о выборах, о самопиаре, о медийных войнушках. В нашем блоге с начала войны почти весь контент мы посвящаем разбору того врага, который хочет уничтожить нас как нацию и как государство. Но это не значит, что мы не замечаем зашкваров и бревна в своем глазу. Точнее, в своей власти. Все эти лакшери отдыхи, продажи белых билетов, воровство гуманитарки, шкурники и откровенный бред вроде заявлений о том, что нужно после победы украинским мужчинам еще на три года запретить выезд из страны – мы это все видим и слышим. И пусть услышат те, которые все еще думают, что война где-то законсервируется на востоке и юге и никогда опять не подползет к элитным особнякам на Закарпатье и в Конче-Заспе. То, что в принципе мы обсуждаем, нужно ли отдавать сотни миллионов гривен на музей Голодомора, кого исключить и из какой фракции за отдых на Мальдивах, что строить – стадионы или покупать дроны. Вот эта вся дискуссия только потому, что ежедневно сотни наших воинов отдают жизни за мирную и свободную Украину. Что весь народ в том кровавом ужасном феврале, забыв про партии, религии, традиции, восстал едино против общего врага. Поэтому мы должны добиваться единства в международной поддержке, но не забывать про объединение внутри страны. И да, это касается и сотен активистов, куда-то исчезнувших в первые полгода войны, а сейчас пытающихся в мирных городах качать предвыборную тематику. Часть из них с курортов Тернопольщины и Ивано-Франковщины, например, лучше понимают, какие пикапы для фронта должны закупать в мэрии Днепра и как махать метлой дворником по утрам – слева направо или справа налево. Поэтому, повторюсь, еще ничего не закончено. Мы поразили весь мир своей стойкостью. Пора удивить мудростью. Верим в ВСУ. Благодарим медиков, волонтеров, спасателей и всех, кто как может делает свой вклад в победу. Становитесь частью информационной обороны Украины. Подпишитесь на наш YouTube-канал. И одинокими будете точно не сегодня. Редактор субтитров А.Семкин